Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. На входе в Стелленбоский университет, это в ЮАР, есть табличка с такими словами. Уничтожение нации не требует использования ядерных бомб или ракет. Достаточно снизить качество образования и разрешить обман при сдаче экзаменов. Пациенты умирают от рук таких врачей, здания рушатся от рук таких инженеров, деньги теряются от рук таких экономистов. Крах образования – это крах нации. И разве то, что мы видим вокруг, это не подтверждение данных слов? Да, о крахе образования сказано много. Если выделить главное, квинтэссенцию, то образование приравняли к услуге, перенесли в сферу услуг. Ну и, мы помним, хотите денег – идите в бизнес. Вот и Владимир Путин заявил, что сферу образования нужно срочно вывести из сферы услуг. Спрашивается, чего туда заводили и не познали. Впрочем, теперь беда нависает с еще одной стороны. И вот мне попадается на глаза следующий документ. Открытое письмо родителей к патриарху. Защитите традиционное образование. Ну, родители Москвы так называется общественное движение. И они, соответственно, выступают против цифрового образования. Ну, наверное, согласитесь, не только родители Москвы, а родители всей России. А вот еще одна любопытная новость, подтверждающая правоту моих слов. Родительская палата выступила против цифровизации образования. Ну, а как тут не выступить? Ведь с какой-то просто сатанинской настойчивостью нам навязывает цифровое образование как панацею от всех бед. И предлагают, соответственно, заменить цифровым классическое образование. Вот только спрашивается, ради чего? Ведь, к слову, конечно, цифровизация — это не только об образовании, но это и о медицине, об экономике, да и о жизни в целом. Ну, знаете ли, я позволю себе такую аналогию. Нас всех погружают в матрицу, где человек человеку QR-код. И БОК в этой реальности тоже, к сожалению, своего рода цифра. Кстати, вот помните, да, последней матрицы, матрица воскрешения, Нео, он же Томас Андерсон, работал в корпорации с говорящим названием БОК-машина. Да уж, действительно, проснись, Нео. Проснись, любой человек. Проснись, Нео. Нам говорят, что цифровизация образования позволит получать больше информации. Но скажите, пожалуйста, вот сколько людей, особенно детей, используют гаджет реально ради самообразования? А сколько ради развлечения? По-моему, ответ очевиден. Да, для чего, в принципе, нужна информация, если не уметь обращаться с ней? Научит ли получаемая информация думать, сделает ли она человека человеком или превратит в такой себе компьютер, который вкачивает в себя терабайты данных? Но тогда для чего нужен этот новый человек-компьютер из дивного нового мира, если уже есть гаджеты и компьютеры? Согласитесь, неувязочка. Философ Ильин писал, что образование без воспитания не формирует человека, а портит его. И он же, Ильин, говорил о том, что в этом кардинальное отличие русской системы образования от западной. К сожалению, после самоубийства СССР мы приняли вот те образцы, провели те реформы, западные реформы. Хотя это как-то вдвойне странно, ведь еще Кеннеди говорил, что США проиграли битву за космос Советскому Союзу именно за школьной скамьей. Однако, похоже, бесславный опыт нас ничему не научил. И мы еще быстрее ускорились к пропасти. Спрашивается, ради чего и для чего? Внедряя цифровизацию образования прежде всего, если говорить серьезно, глобально, то человека фактически приучают к тому, чтобы думать лишь одним способом. Цифровое образование, это важно, полностью исключает индивидуальность. Оно превращает человека в раба, в которого буквально с малых лет вдалбливают, вкладывают в соответствующие установки. Ну да, все в лучших традициях антиутопий. Когда создается управляемое, бескребетное общество, где раб доволен своим рабством. Безусловно, гаджеты и компьютеры могут и должны быть полезны в получении знаний. Ну, бессмысленно это отрицать, будучи таким вот, я не знаю, упоротым консерватором. Однако, разве нам это сегодня предлагают? Ведь посмотрите, гаджет стал не просто жизненно необходимой функциональной вещью. Нет, он превратился буквально в священный обожествляемый объект. О, великий гаджет, великий айфон. Но вот просто проведите эксперимент, уважаемые родители. Попробуйте отобрать у вашего ребенка его смартфон. Его смартфон попробуйте отобрать. Вот какой будет реакция у вашего ребенка, смиренной или агрессивной? Боюсь, вы знаете ответ. А вот задайте себе другой вопрос. Кого, чем, точнее, чем или кем больше дорожит ваш ребенок? Айфоном или вами, родителям? Подумайте, не спешите отвечать на данный вопрос. Есть и другой аспект. Школа – это живая связь. Она передает знания, опыт, дух, даже если угодно, от одного поколения к другому. Скажите, можно ли это сделать через компьютер? Вот отдавая цифровизацию, мы полностью исключаем элемент наставничества, элемент живого примера. Это очень и очень важно. Вспомните, когда вы ходили в школу, какие предметы вы любили больше всего? Наверное, те предметы, где был любимый или особенный учитель. Вот на этот счет есть классический пример. Это учительница Лидия Михайловна из произведения Валентина Распутина «Уроки французского». Знаменитый текст. И там сердобольная и милосердная учительница, как бы сейчас это сказали, наставляла проблемного подростка. Да, вы скажете мне, что это литература, что это не настоящее, а в жизни все по-другому. Ну вот вам, друзья, реальный пример. Более чем конкретный. 16 января ушел из жизни севастополец Николай Николаевич Ерков. Он был не только замечательным русским поэтом, блестящим русским поэтом, но и великолепным учителем русской словесности, преподавателем которого обожали. И вот, что меня поразило, когда я пришел на его похороны, это то, что там были десятки людей, десятки его учеников. Кто-то учился у Яркова Николая Николаевича в 80-х, кто-то 90-х, кто-то в нулевых. Ну все они пришли почтить память своего наставника. А вот скажите мне, много бы людей пришли к компьютеру? Хороший вопрос. Задай ему при встрече. Есть еще один важный момент. Хрестоматийная. Не хочу учиться, а хочу жениться. Да, это митрофанушка пьеса Фанвизина «Недроза». Так вот, современные митрофанушки, коих развелось нынче великое множество, не слишком, конечно, хотят жениться, но вот учиться они не желают точно. А для чего им учиться, когда образование, интеллект в принципе совершенно обесценены? Когда, если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Ну вот смотрите, в подтверждение моих слов. Новость. Семилетняя девочка, семилетняя, Настя Радзинская заработала 2 миллиарда рублей на своих блогах в YouTube. Ну там интересная история, но тем не менее. Или вот продюсер, тикток продюсер Андреев рассказывает, что российский тиктокер в тикток доме зарабатывает до миллиона рублей больше. За это, внимание, нужно делать в идеале 5 роликов в день на общем аккаунте в тиктоке и на личном аккаунте хотя бы один ролик в день. Ну вот скажите мне, как после этого объяснить современным детям, что важно хорошо учиться? Да в принципе, что важно учиться. А если все-таки объяснять, то услышат ли нас дети? Вы знаете, как правило, дети не видят другой стороны. Хотя не случайно говорят и были уже соответствующие скандалы о связи некоторых тикток домов и, например, педофилического лобби. На самом деле тут нет ничего нового. Еще Энди Орхол говорил, что в будущем каждый получит 15 минут своей славы. Ну или хотя бы минуту. Ну вот и для этого современные метрофанушки готовы на что угодно. Ну а уж кривляться перед камерой, само собой. Да, действительно, ну вот вопрос. Сколько тех, кто на поверхности, кто зарабатывает вот этот пресловутый миллион, о котором говорит Андрей, а сколько ушло на дно. Да и мы-то, друзья, с вами знаем, что всплывает в первую очередь. Это не серьезно. Да, вряд ли можно глобально, кардинально изменить это безумие. Ну, запретить тикток или как-то хотя бы его модерировать, объясняя, что пошло, а что безнравственно. Видите, во всем есть своя польза. Но вот что мы точно можем сделать, так это попытаться, как минимум попытаться привести наше образование в норму. Вернуть авторитет педагога. Избавить сады и школы от этой бессмысленной, чудовищной бюрократии. Показать детям, что, в общем-то, есть и другие пути, а не только кривляние перед камерой. Как это сделать? Ну, давайте начнем с простого. Давайте в качестве ролевой модели будем позиционировать не Даню, Милохина и прочих, а победителей международных олимпиад. Ну, для примера. И уж точно мы не должны видеть спасение в цифровизации. Цифровизации, которая превращает людей в жителей острова дураков. В жителей, которых прекрасно описывал Носов в Незнайке на Луне. Помните, с этих дураков-овечек очень удобно стричь шерсть. А ведь стричь обязательно будут. Ведь те, кто выстраивает такой мир, цифровой мир, они все прекрасно понимают. Они понимают, что в решающий момент все будут решать знания и умения их применять. Поэтому детей с измальства приучают быть идиотами. Чтобы в нужный момент они покорно приняли свою участь. И даже не попытались оказать сопротивление. Они просто возьмут гаджет и снимут очередной ролик. Эй, рабы, привет! Как вам ваше почти комфортное рабство? Это была программа «Игра в классики». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви и, конечно, терпения.